Технологиями 22 века. Сами врачи называют все то, что происходит в этих лабораториях. Это анализы крови, да? Да, это анализы крови, общие гемостазы, это сывороточная зона, это общий анализ. А сколько в сутки вы готовы перерабатывать? 10 тысяч пробирок. 10 тысяч пробирок? Да, готовы. 10 тысяч пробирок – это 100 тысяч исследований. Это практически все пациенты края, которые единовременно обращаются в амбулаторную сеть края. 100 тысяч исследований. Целый диагностический завод. В программу машине здесь задает не человек, а штрих-код регистрации каждого пациента. В нем персональные данные больного и полный список анализов, которые необходимо сделать. Кнопка «Пуск» и пробирка в работе. Оборудование уникальное. В арсенале система, которая сама распознает болезни крови. На выходе не просто химический состав, а сразу диагноз. Еще один аппарат – нанохроматограф «Гордость лаборатории». В нем закодирована информация обо всех известных в мире возбудителях болезней. Свыше 5 тысяч. База постоянно обновляется. За 10 минут машина способна диагностировать биоматериал сразу 400 человек. Мы хотим здесь направление, какое развивать? Вот так же находить онкомаркеры. Вот мы нашли опухоль. И мы потом действуем к химиотерапии. Не просто назначили химиотерапию, а целесообразно. С подходом, какой правильный препарат назначить этому человеку, чтобы инфекция уходила. Немцы и американцы. Эти аппараты работают в комфортных российских условиях. Самая современная система вентиляции и шумопоглощающие стены. А этот аппарат за сутки, а не за 10, как раньше, выявляют чувствительность к антибиотикам. Рекомендации врачам, чем лечить, выдает в письменной форме. Представить подобное в регионе еще 10 лет назад было практически невозможно. Обсуждая увиденное на встрече с главными врачами ведущих кубанских клиник, губернатор не скрывает. Впечатлен. Медицина края сделала еще один мощный рывок в будущее. Очень важно, что это очередной краевой проект. Это не федеральный центр. В наш организм медицинский влился мощный лабораторный центр. И вот этот космос, который мы видели, он существует уже, он работает. Это, конечно, впечатляет. Это, безусловно, это будущее. И так и должно быть. По-хорошему, лаборатория должна быть современная и национальная. Так правильно продиагностировал, значит, правильное лечение. Ошибка или не до конца. Значит, ты или наполовину лечишь, или калечишь. Эта лаборатория дает нам окно в будущее медицины, кубанской медицины. Я рад, что это есть только у нас в стране. И это будет сдавать тон таких европейских, современных стандартов в целом медицины. Поэтому мы должны всех приучить, заставить, убедить, как угодно, чтобы это стало частью любого медицинского учреждения. Вопрос кадров. Для отделения диагностики всегда стоит остро, говорят медики. Но в случае с лабораториями Кубани персонал подобрали и подготовили еще до открытия. Этот проект один из крупнейших. Я думаю, что он, наверное, даже первый среди государственных проектов в России. Но мы, правда, гордимся, что мы это сделали. У нас исключительный состав сейчас. Взяли всех врачей после интернатуры. Мы их всех обучили. В лабораторный центр будут поступать биоматериалы пациентов со всего края. Время исследований сократится до минимума. Пока пробирка в пути, здесь, благодаря созданной единой информационной системе, врачи уже будут знать данные пациента. Во всех больницах есть бактериологическая лаборатория. И эти лаборатории, как правило, они и у нас больницы, наследство такое, и во многих больницах, центральных районах, они убогие. Они очень медленные. Для того, чтобы с момента, как взяли у человека кровь, мокроту, мочу, что угодно, до момента, как получить возбудителя, проходит до 10 дней. Эта лаборатория позволяет определить возбудителя за сутки. Уникальное оборудование лаборатории позволяет выделить из миллиона клеток крови матери одну клеточку еще не родившегося малыша и провести диагностику. А это значит, вовремя проведенное лечение и тысячи спасенных жизней. Не надо женщину подвергать такому риску, когда ты понимаешь, что можешь спровоцировать даже, да, прервать беременность. И вот то, что точечная мишень, действительно, ты нашел клетку, ты не убиваешь там, не назначаешь каких-то серьезных препаратов, которые, как вы сказали, могут повлиять на весь организм. Вот именно вот эта мишень точечная. Еще и повлияет на демографические показатели. Я больше, чем уверена. 250 миллионов рублей потратили на оснащение лаборатории. Использовать созданный ресурс можно и нужно с пользой для всего края. Результаты анализов с помощью интернета врачи на месте получать будут уже через несколько часов после начала исследований. Это скажется не только на оперативности лечения. Сэкономленные на покупке реагентов и проведении исследований деньги районные больницы и поликлиники смогут потратить на закупку медикаментов. Правда, как отмечает вице-губернатор Галина Золина, приверженцев активного внедрения современных технологий и разумного использования бюджетных средств на местах не так уж и много. На уровне главных врачей мы увидели их неумение, нежелание работать в современной медицине. Как раз сейчас вот эта и лаборатория, она в том числе подстегнула всех считать деньги. Деньги в медицине есть. Мы все время говорим заведующим главным врачам, это не ваши деньги, это деньги населения. Святая ваша обязанность – довезти их до каждого жителя Кубани. По 14 бухгалтеров больницы, 38 экономистов и ни одной копейки никто правильно не потратил. Это просто парадокс. То есть деньги в полном объеме есть, а лечение осталось на том же уровне. Теперь посылать пациентов в частные клиники, ссылаясь на то, что в нашей больнице таких анализов не делают, врачи даже в отдаленных поселках не смогут. Подобного лабораторного комплекса в радиусе нескольких тысяч километров от края нет, так что нет и конкурентов. Проблемы в головах тех, кто привык работать, как в старые добрые советские времена, Александр Ткачев призывает решать радикально. Я вот даю поручение министру, значит, все главные врачи, особенно, я знаю, этим баловаться сейчас будут муниципалитеты, там, если будут сейчас причины искать, там, не вести, саботировать и так далее, значит, увольнение. Вот понимаете, если это врачи, а это должны быть продвинутые люди, люди современного мышления, понимающие, насколько это важно, насколько это для них, прежде всего, для их больниц, для их клиник, если они этого не видят, не понимают, это не поддерживают, тогда или здесь, извините, бизнес ломается их, или, так сказать, они просто люди совершенно бездарные, несоответствующие всем тем стандартам, о которых мы говорим или о которых мы хотим сегодня создать у себя в крае, на всей территории края. Вот самых дальненных, как мы говорим, чтобы каждый врач ВАПа, врачей общей практики, знал, что такая лаборатория есть, и он мог, и помимо возможности, пользоваться ей и так далее. С успехом осилив очередной шаг в модернизации регионального здравоохранения в Минздраве готовится к следующему. Оборудование лаборатории Кубани позволяет начать работу со стволовыми клетками, их успешно используют при лечении больше 50 заболеваний, среди которых рак крови. С помощью этих клеток восстанавливают поврежденные органы и ткани, а это уже точно медицины будущего. Яна Маскаленко, Евгений Вольский, Валерий Пятов, Денис Маскаленко, 9 канал, Краснодар.